Именем Аллаха Милостивого, Милосердного Они бросали камни в Пророка, мир ему и благословение. Когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, что со смертью дяди Абуталиба притеснение со стороны Курэшитов усиливается, он решил направиться в Таиф, надеясь получить там поддержку и помощь. Таиф находился недалеко от Микки, там проживали его родственники с материнской стороны. И жители Таифа не были из числа тех, кто враждовал с Пророком, мир ему и благословение. Однако его надежды не оправдались. Прибыв в Таиф, Пророк, мир ему и благословение, встретился с вождями племени Сакев, рассказал им о цели своего визита и призвал их к поклонению Всевышнему Аллаху. Но они отвергли его предложение, сказав, «Разве Аллах не нашел другого, кроме тебя, чтобы направить Пророком?» Пророк, мир ему и благословение, не ожидал от них подобного. Он надеялся сохранить свои переговоры в тайне, но они довели все до Курешитов и натравили на него своих детей, рабов и слабоумных, которые кричали на него, издевались и закидывали его камнями, так что окровавились его ноги. Заид Ибн-Харис, защищая его, был ранен в голову. С такой жестокостью и грубостью встретили его жители Таифа. После того, как жители Таифа отвергли призыв Пророка, мир ему и благословение, и изгнали его, закидывая камнями, он нашел прибежище в одном саду за городом. Пророк, мир ему и благословение, был очень опечален. В это время к нему спустился ангел Джибрииль и обратился к Пророку, мир ему и благословение. «И если ты захочешь, я сделаю так, чтобы земля поглотила их или обрушу на них горы». Но милосердный Пророк ответил ему, «Нет, не нужно делать этого. Я надеюсь, что из их потомства выйдут такие, которые будут поклоняться Всевышнему Аллаху и не будут предавать Ему сотоварищей никого». Затем Джибрииль сказал, «Поистине, ты очень милосердный, как тебя и назвал Всевышний Аллах». Субтитры создавал DimaTorzok